Мы тебя ждем, у нас мало времени. Нам нужна точно переаттестация. Алло, пришли мне наряд полиции, пожалуйста, на меня двое. Оскорбительно приставят и нападают в Петербургский корпус. Где нападаем-то? Нападают точно. Подожди сюда наряд, пожалуйста, патроны пустовой службы. Вызвали и все. От объяснений отказываются. На грудь направляй, а то небо много будет. Директор отказывается. Сейчас, соответственно, сюда вызывай. На грудь направляй, а то небо много в кадре будет. Кто нас вызвал? Мы вызывали полицию. Вы вызывали полицию. Держи дистанцию, капитан. Так документы покажите причину вызова. Полтора метра держи от меня. Кто вызывал-то, кричит капитан. Вместо того, чтобы позвонить по номеру указанного в карточке, капитан Циркин устраивает, судя по всему, цирк. Кричит на весь магазин, кто вызывал. А вы кто? Спасибо. Вы пьяны? А? Вы пьяны? А вы? У нас еще маленькая проблема. А вы врач? А вы врач? А вы врач, чтобы диагнозы ставить? Снимают девочек на трассе, а я фиксирую. Капитан, представьтесь, если вы капитан, если вы сотрудник полиции вдруг. Мне надоело на этот цирк смотреть, капитан. Я еще раз, кто вызывал? Капитан Циркин. Директора вызоветесь. Я не забыл. Я звоню. Я звоню. Вот замечательно. Вот так вот. Я за тебя в опьянении людьми разговаривать больше не хочу. Вы врач? Капитан, ты сейчас клеветать здесь будешь? Призыками опьянения вы доставите. Да? А вы под наркотиками тогда? Ты сейчас клеветать здесь будешь? Ты сейчас лезешь по 286-ю, запомни. Вы под наркотиками тогда стоять. Ты, а вы. Именно ты, именно ты. Вы. Я тебе буду говорить на ты, а ты нам будешь говорить на вы. Вы. Все понял. Все понял. Никак нет. Никак нет. Плохо. Что ты такой непонятливый. Еще и жалобы получишь на себя. Вызывать руководство. Немедленно. Заканство. Граждан. Вызвать соответственного от руководства выполнить законные требования гражданина после того, как ты начал здесь заниматься клеветой, утверждать, что люди находятся в опьянении, который совершил вызов в полицию. Вы тоже неадекватны. Благерствуйте. Я на ваши деньги работать заработать не собираюсь. Вас никто не спрашивает. Ты живешь на наши деньги. Вы и так живете на наши налоги. Ты живешь на наши деньги. Я исправно плачу налоги в бюджет. Судя по вашему говору, вы не местные должны. И что? А какая разница, местные или не местные? И что? Он не похож на гражданина, что ли, значит? Местные или не местные? Не разговаривай. Молчи. Просто молчи тогда. Стой. И ответственного вызови тогда. А ты еще здесь клоунами будешь обзываться? Хорошо. Наглеть. Хорошо. Фамилию мы твою знаем. Звоним в дежурную часть, оставляем жалобу на капитана Циркина. Вы этим радуетесь, что ли, товарищ капитан? Здравствуйте. Пришлите, пожалуйста, в магазин Пятерочка, Петергофская, 6-3, дробь 3, ответственного от руководства. Здесь у вас приехал капитан Циркин, который обзывается на заявителей, на двух заявителей клоунами. Вот так. Который клевечит, что находится в стоянь якобы алкогольного объявления и зачем-то сейчас ушел в особное помещение с директором магазина о чем-то там договариваться. Кошмар. Что за полиция? Да это не полиция, это мусор тогда. Это крыша, как к магазину приехала. Сообщили о детской просрочке, он пошел с директором о чем договариваться. Заявители обзывают клоунами. Ему министр такие полномочия дал? По всей видимости, да. Он вместо того, чтобы позвонить заявителям, стал кричать на весь зал, кто вызывал. Ну, я своему товарищу говорю, вместо того, чтобы позвонить, участковый начинает кричать на весь зал, кто вызывал. Ну, в карточке же есть номер. Вот. Этот участковый начал на нас кричать, что мы клоуны. начал утверждать в утвердительной форме, что мы якобы в алкогольном опьянении, при других посторонних людях, хотя мы вообще в жизни ни грамма не пьем. Он ушел о чем-то договариваться с директором на особое помещение. А вы что думали? Вам вашу детскую просрочку будут пожизненно прощать? Это дадут вам право на торговлю детским просроком? Мы начнем с того, что вы не будете прощать? Давайте начнем с того, что вы не будете прощать. Давайте начнем с того, что вы не будете прощать? А вот я не прощу, я потребитель, у меня есть права. Хорошо. Я им обязательно воспользуюсь. И будьте согласны закону Российской Федерации. Что я и делаю в данный момент? Что у вас там этот капитан забыл? Это является органом. Каким? Каким органом? Каким органом? Вот по моему мнению он является тем органом, который ниже пупа в данной ситуации. Я в камеру и говорю. Мне это не надо сказать. Если он так делает. Вот по моему мнению это не сотрудник полиции, это самый настоящий мусор. Стоять! 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 Капитан, ты что там забыл? Выходи, сейчас лейтенантом станешь. Стоять! А я туда не иду. Вот и хорошо. Давай выходи оттуда. Говорю, лейтенантом сейчас станешь, капитан. Ничего не попутал, заныкался там в служебном помещении. Вы карты оплачивали, пройдите на карты. Вы обратились ко мне с определенными действиями. Обратился, я много к кому обратился сегодня. Ну да, я опять ухожу с работы, а у меня стоит детская просрочка. Карту прикладывайте, пожалуйста. Я ухожу с работы с 19.00. Рабочий день у меня с 8 до 5. Серьезно? А во сколько же я вчера был? Понятие день у меня. Мои рабочие здесь по табелям с 8.00 до 17.00. А по табелям? Да, мы работаем по законодательству. Если я вижу вот это, если я здесь вижу это, грош цена в вашей работе. Так а что вас там делает? Он отдает мою службу безопасности. А зачем службу безопасности? А вон уже дает. А вон уже дает. А вон уже дает. Что именно? Оформлять магазин да или нет? А, он еще без действия там сидит. Он заезданничал. Он ждет ваша служба безопасности для того чтобы служба безопасности да показывает мне. Оформлять магазин или не оформлять? Ему дали это. Он ждет свое руководство и мое руководство. Самую службу безопасности и своего руководителя. У него нет руководителя, у него есть начальник. Начальник, мне это неинтересно, я не в полиции слушаю. То есть он еще там сидит бездействует, он ждет службу безопасности пятерочки. Главного убора нет? Только маску сейчас надел почему-то. Вы служить-то будете или нет? Или будете только работать? Циркин, заявление будешь принимать? А, Циркин, мы тебя ждем, у нас мало времени. Нам нужна точно переаттестация. Алло, пришли мне наряд полиции, пожалуйста, на меня двое. Оскорбительно приставят и нападают. Дядя Петя, ты дурак. Петербургский рекорд. Где нападаем-то? Нападают еще. Подожди сюда наряд, пожалуйста, патроны пустовой службы. Смотри, у нас камеры есть. Нападают еще. Я уже устал их терпеть. Циркин, рапорта с овраньем теперь не работают, есть видеофиксация. У меня тоже есть видеофиксация. А то нападают. Бену, у тебя види фиксация-то. Мы-то стоим в двух метрах от тебя. Циркин, это твоя главная ошибка. А мы с тобой будем разговаривать на ты, а ты с нами на вы. Мы стоим в двух метрах от тебя. Как мы напали на тебя? Я в машине служил. И что? Так ты же говоришь, что мы на тебя напали. А напали-то здесь как? Мы сейчас ждем ответственного. Каким образом напали на тебя? Там напали. У тебя голову не напекло в машине? Рабатывайте деньги дальше в блогерах, в интернете. Я очень рад. Сейчас приедут разбираться. И что дальше, что приедут, что разбираться? Да тебя оформим за бездействие. Испугались, а слез убежали. Тебя оформим за бездействие. Пойдешь смести улицы, в конце концов. Я? Гражданин Российской Федерации, который дал тебе полномочия. А я с Луны прилетел. Вы, наверное, от Навального, я так понял. Да какая разница, откуда я? По разговору, наверное, персонаж от Навального. А тебе какая разница, откуда я? Тебе какая разница, откуда я? Большая? Да что за вопрос такой, а циркин? У вас стиль общения Навального. Да какая тебе разница, какой у меня стиль общения? Большая разница. Да я уже заметил, что у тебя большая разница Я с вами на вы, вежливую культуру Да ты обязан на вы Да мы тем можем на ты обращаться Вот ты к нам на ты Не можешь обращаться, тебя регламент заставляет Я не могу с вами вообще не общаться, прекратить общение Серьезно, бездействовать будет? У нас два заявления, Циркин Вот смотрите, граждане Вот такие вот у нас нынче менты пошли Прячутся от граждан в машине В машине, в наших машинах прячутся Да, на улице масочку? Ты в своем уме-то, капитан А ты в своем уме, в машине сижу Головной убор жетона Это у тебя потому что по регламенту положено Где посеял головной убор жетона? А у меня не положено на улице носить маску Только в общественных местах Да будет тебе известно так Зафиксирую еще раз госномер У МВД по Красносельскому району Государственный номер Р-81-18 78 регион У вас с головой все в порядке? Раскаивайся, это я виноват Циркин, вместо того, чтобы устраивать цирк Надо пойти протоколом осмотра Изъять это все и все Я уже убежал из полиции, не купите все У вас с головой все в порядке, товарищ капитан? Все, амбиции свое удовлетворили, все хорошо Вот ответственный едет Вот ответственный приехал Тебе какая разница, что я там нашу, а? Тихо, ответственный сейчас путь представляется И пойдем мы показываем Здравствуйте Илья Григорьевна, инспекция ДПС Вы ответственный, да? Я соответственный сюда Ответственный по поводу чего? Не знаю, зачем мне ДПС ДПС, что ли, произошло? Мы вызвали ответственного от руководства А я не к вам прибыл, я куда? А у него ДТП произошло? Причем здесь ДТП? Он сотрудник полиции А он вас вызвал? ДПС, а зачем? Еще раз, здесь сотрудник полиции Я сотрудник полиции Представали к тебе? Каким образом? Да, в машине подошли к перебыву И что дальше? Подойти нельзя? Стоят без масок Без масок? На улице? Это блогеры, деньги зарабатывают На улице без масок Ну ты тупишь Закупили в пятерочке Просрочный товар Вызвали И все А то без них отказываются Вот эти Директор отказывается Сейчас, соответственно, сюда вызовы На грудь направляй А то небо много в кадре будет Кадры Вот Сыркин сам настоящий кадр Судьба Эти двое вообще не представляется Потому что данный капитан неадекватный Ни документов Ничего У вас есть с собой документы? С какой целью интересует? С какой целью интересует? С какой целью интересует? Документы? Для проверки документов Основание Еще раз, основание проверки документов Нет, вы хотите проверить документы для чего-то Вы для чего находитесь? Скажите, пожалуйста Вы для чего вызвали? Кто из вас вызвал? Вы вызывали полицию Вы вызывали полицию Держи дистанцию, капитан Держи дистанцию, капитан Такую масочку-то оденьте. Полтора метра держать меня. Замеряйте полтора метра. Замеряйте, ты вдруг не знал, циркен. Замеряйте. Ты мне не интересен. Такой мне тоже не интересен. Вы все тогда, не подходи ко мне. Вот этот не интересен. А что вызываем тогда? И не говорим. Мы вызвали ответственность. А вообще вызвали сотрудника полиции. Зачем директором в кабинете уединился? Ты вообще откуда родом, дорогой, с таким разговором-то? Сюда волновать не должно. Судя, травма головы у вас, черепно-мозговор, травм часто будет? Вся волнователь. Ну, судя по всему, я вижу, у вас язык-то хороший. Получайте неоднократно. Так для чего вам мои документы? Циркин, не твое дело. Вы хотите какое-то удовлетворение от них получить? Происходит то, что данный капитан бездействует. Смотрите, вызвали участкового для оформления детской просрочки. Пришел участковый, начал говорить, что мы якобы бухие. Начал обзывать нас клоунами. Все это есть на месте. Уже отправлено в редакцию, мы являемся журналистами. Журналистами. И уже редакция в Москве ржет над этим, Циркиным. А скажите, пожалуйста, вы являетесь журналистами, там снимаете у вас какие-то документы о том, что вы отчисляете журналистскую деятельность по себе? У вас какие-то бейджики есть, документы вы хотите поставить? Нет, ну я просто интересный, что вы говорите. Циркин, с тобой разговора сейчас нет. Человек не знает мою фамилию, да? Ни он не представлялся, да и меня даже никто не спрашивал. С тобой сейчас разговора об этом нет. Да, документы есть, ответственного от руководства покажем. Он уже мою фамилию знает. Конечно, знаю. Я много и про кого что знаю, Циркин. Я даже больше о тебе уже знаю, чем ты полагаешь. Без проблем. Да вот у нас журналистами уже представляются. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы ответственное от руководства, да? Завеститель начальника отдела полиции 82-го течи Алексей Олегович. Алексей Олегович, очень приятно. Алексей Олегович, купили продукты, включая детскую просрочку. Абсолютно все оказалось истекшим сроком годности. Приехал вот этот сотрудник полиции, по моей информации, фамилия Циркин. Скажите, оттуда у вас такая информация? Цир, Циркин, не перебивай. Оттуда у вас такая информация? Простите, пожалуйста, данного капитана помолчать, поскольку сейчас вы старший, с вами разговаривают. Идут диалог. Здесь уже сейчас будет ответственное от руководства краснецы. Не позорься дальше, пожалуйста. Это вы позорите. Без головного убора, во-первых, еще вышел. Они в машину заблокировали, не выйти, пришел снаряд был вызывать. Заблокировали. Сижу в машину. Да, испугался, двух человек испугался, а? А вообще капец просто. Детей-то не боишься? Отойдите, пожалуйста, в машину. Слушай, вот он, наряд вызвал тут зачем-то, еще что-то. Хотел применить, чтобы у нас... Посиди в машине, успокойся. Кроволольчики вы. Скажите ему помолчать, прикажите ему помолчать. Ну так вот, давайте в этот магазин тогда скажу, что мы купили. Помолчи, капитан! Мы якобы здесь находимся пьяные, у нас есть видеофиксация этого. Он начал называть нас клоунами. И потом, и потом, он уединился в кабинете с директором магазина. Тыкал мне, кричал здесь. Ну на ты называла, это мне оскорбление. Нет, вы не меня называли, а вы кричали здесь громко, причем я несколько раз попросила. Я всегда громко говорю, у меня микрофон работает. Ну, вы слышите, да, в каком-то... То есть мы здесь и бог, и царь, и заговорим только мой. Опросила платить, чтобы там сидеть закачивая зона. Здесь просила проживать. Я не вижу вашу просьбу удовлетворять, Вероника. Правда, хорошо, я слышу, да? Так все это и происходило. То есть никакой сотрудник полиции не оскорблял, не хамил, не грубил. Ну, видео будет, хорошо. Не коллегам, видео будет. Надеюсь, что видео, когда вы так себя вели, тоже будет, когда они снимаете. Все у нас будет. Да, я тебя называл на ты. Да, я все-таки вас как бы потерял уважение. Кто-то назвал на ты. Да, все-таки нам. Да, все-таки нам. Вы все-таки, ну... Вас вообще, я прошу не вмешиваться. Сейчас разговорим, соответственно, с удовольствием. Я думаю, лишние другие слова, да? Пойте наблюдать, если нет. Вот, я здесь тоже... Вот это я думаю, да? Да, на ваш взгляд. Вы без камеры никто не можете ходить. Ну, а вы камер боитесь? Как ваш цирк? Я не боюсь ничего. Мешает рассчитываться, потому что мы не боимся. Не даем ничего. Я не могу представления. Я не могу представления. Ко мне обратился. Я спросила, я покупатель. Что случилось? Я у вас приобрел по следующему разу. Хорошо, я вам сейчас сделаю возврат. Без всяких присутствий и так далее. То есть вы не знаете того, что... Я не знаю, да. Мужчина стал кричать. У вас магазин, что он ничего не ходит. Возврат ему не нужен. Он будет сейчас всем писать. Зависковые заявления и так далее. Обязательно. Я ему сказала, что это будет делать. Юридический отдел моей компании. И судба безопасности. Обязательно. На что, видимо, он вызвал кого-то. Значит, давайте так. Будем делать как положено. Поэтому... Что-то осмотрим. Ради Бога, я... Вы можете давать объяснение по факту? Объясни меня по поводу чего-то. По факту данной прослойчивости. Вы можете отказаться, соответственно, статью 51. Можете написать? Я лично писать ничего не могу. Значит, будьте любезны тогда как должностное лицо. Сейчас приедет мой сотрудник безопасности. В любом случае сотрудник безопасности пускай приезжает. У нас это могут и без участия сотрудника. Ну, как обычно это делается. Ну, даже при отпущении. Копия устава. Может быть, приказ назначения. Все больше не надо. Но материал... Это я вам вам предоставляю? Да, это вы нам предоставляете. Это вы нам предоставляете. Ну, вы скажете. Я вам, соответственно, спечатаю меня. Больше вообще-то мне ничего не надо. Ну, все. Просто я бы хотела, чтобы вы... Человеку обещали, что внести себя, наверное, как-то надо покорректнее. Здесь люди работают и люди приходят за работу. Ироника, ты директор магазина, а не воспитатель. И точка. Я несу ответственность за своих сотрудников. Х5 ритейл-группу, в твоей полномочия, в твоей полномочия, не прописывала такого пункта, как воспитательская работа с покупателями. Ироника. 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 Врюководство, обратите внимание на Веронику Дмитриевскую. Обратите внимание на меня. Пожалуйста, vis�. Запросите внимание. Ну, что за неострые директора пошли? Уважаемый зритель, большая просьба срочно. А, Makere которому звоните раз по пять. Ивановой Светлане Владимировне Супервайзеру этой помойки Руководителю Вероники Дмитриевой По номеру телефона 8-900-11-776-18-95 И не спрашивайте, почему такие неумные директора Работают в данном Тухлопритоне Вероника, вот это, где мы находимся Это, по моему мнению, помойка У тебя здесь не написано, Николаевна, на бейджике У тебя написано, Вероника Дмитриева Я конкретно для вас, Вероника Николаевна Конкретно для меня, вот на бейджике написано Вероника Дмитриева Все понятно И находимся мы сейчас в помойке По моему мнению, это подчеркиваю Мое оценочное суждение ППС вызвал, задерживать Двоих граждан, офигеть надо Шериф, самый натуральный Это не полицейский Заблокировали его машину А то умная какая Купи просрочку, сделай возврат Дай утилизировать Предмет совершения административного правонарушения Как минимум Так, значит, будете читать? Читай Здесь описано Качество Качество товара Чем же А вы? Я не могу А что мимо проходящих гражданин То есть, вы не участвуете в этом процессе А что он там делает Левопытствует, что ли, гражданин? На самом деле Левопытный Варварин Нас оторвали на базаре Данный осмотр Расфиксирован под фиксацией Соответственно, статья 28.6 Кодекса Существует Существует Ну, как и как? Ну, как должностное лицо Существует Существует Ну, я считаю, что это должен подписать я или ДМВ Потому что Ну, я директор Ну, я директор Но я не являюсь на судебное разбирательство И так далее У меня нет таких полномочий А здесь в суд Никто не приглашает Протокол осмотра места происшествия Ну, местопримантор, пожарную инспекцию И так далее Я не являюсь представителем данной Конкретной ситуации Ну, это прям протокол осмотра С участием Должностной лица Директором магазина Можно я с сотрудником полиции общаться? Я уже с вами пообщалась Да Ну, и что? Я лицо участвующее Я имею право высказывать свои пожелания и замечания А я уже в должностной федерации На данный момент я не хочу Вы сейчас в должностное лицо Я сейчас в полицейском отцеле Ну, а я с вами одновременно Да? Я уточню? Могу взять? Я имя продукт Нормально Нормально, да? Смотри, какой Борзе А у вас звание полковник, да? Полковник, да? Полковник Полковник, да? О, 2, это полковник Полковник, 3 А можете пояснить, почему данный гражданин с синей сумочкой в очках был вот в этих документах? В протоколе административного правонарушения лазил? Ну, он имеет в виду Могу пояснить Что здесь он представился? Значит, он вам не представился Мне он представился, предъявил документы Служу России И тому подобного Да дьяволу он служит, а не Россия Что, не заметил? Или вы работаете до сих пор еще? Товарищи, да? Так что работает, не служит же А не получилось нас забрать? Не, ну вызвал, маски шелу какие-то вызвал, короче ДПСника вызвал ДПС приехал Знаешь, что ДТП что ли произошло? Что он там еще гнал? На меня нападают, да? Меня обижают, бедного несчастного Это вообще жестяра Обидели суслика, нагадили в норах Ну вот народ Это было Петергофское шоссе 3, корпус 3, магазин «Пятерочка» и ее тухляк Это Красносельский район, города-героя Ленинграда Ну и, конечно же, невозможно Не обратить внимание на участкового Дыркина Или как там? А, Циркина Циркин Циркина А был у нас Дыркин А, Дыркин был у нас какой-то был Вот, ну на этой ноте Наш рейд в тупо-притон «Пятерочка» заканчивается Циркин Который вообще просто очередным беспределом ментовской тупости стал Уже убежает А вот, ладно, заканчиваем наш рейд Всем спасибо, всем пока С вами был клуб «Патриот» и Кирилл, канал «Яковлевлайф» Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok